Привет, друзья! Вы на канале поиска золота и старины. Если вы смотрите данный ролик, значит вам тоже интересно, что такое раствор БТА. И у вас есть находочка, на которую напала бронзовая или медная болезнь. Давайте вкратце без умных слов разберемся, что это такое. Итак, давайте по порядку. Есть у вас монетка, которую вы нашли, испытали при этом очень много удовольствия. Но после чистки положили вы ее там в альбомчик или кто в коробочку, под подушку, как кому угодно. Через некоторое время вы ее достали и, о ужас, на монетке обнаружились какие-то зеленые пятна, как я говорю, зеленые жбой. Вот у нас яркий пример бронзовой болезни. Некоторые говорят бронзовая болезнь медных монет, а некоторые люди говорят просто медная болезнь. Вот видите, такие зеленые пятна, хотя монетка уже была почищена. Данная монетка взята для примера. Состояние явно не в коллекции. Согласитесь, такие вот пятна расстраивают. Если их просто потереть, они становятся менее заметными. Но полностью они не исчезают. Что эти пятна означают? Это значит то, что наша монетка больна. Под этими пятнами есть раковины. Достаточно глубокие. И там живет кака. Не буду употреблять заумные слова. Это вам не пригодится. Если такую монетку не лечить, то вот эта жбонь ее убьет в хлам. Так что для этого мы используем раствор БТА, он же ингибитор. Он останавливает или почти останавливает вот эти вот процессы коррозии. В этот раствор можно помещать медь, серебро. Ну, люди суют и бронзу, и все, что им угодно. Продается он в порошке. Но также можно купить готовый спиртовой раствор. Я купил себе раствор уже, наверное, пару лет назад. И только вот сколько использовал. Тогда он стоил чудо больше двух долларов. На сайте было в долларах. Ну, оплачивал, как обычно. Нас любят все в доллару привязывать. Если вы, конечно, думаете лечить какую-то там каску или меч бронзовый, то вам надо много. А для монеток хватит и вот такого вот флакончика. Уже приготовленного. В этом растворе он 30-процентный. Бывают и двух, и пяти, и десяти. У разных производителей по-разному. Берем себе небольшую баночку. Сейчас покажу. Вот такая баночка. Наполняем ее немного, чтобы покрыла только монетку. И сейчас мы бросим туда монету. Данный раствор очень приятно пахнет. Так что держите его в толье от детей, чтобы они его случайно не выпили. Это во мне аммиак. Запах приятный такой. Вкусный, я бы сказал. После данного раствора монетка цвет не меняет. Если не помогло, и монетка опять у вас зацвела, вы ее опять туда бросаете. Чем дольше лежит, тем дольше пропитается. Чего, бросаем туда нашу монетку и ждем сутки. Ну, мы не будем ждать. Я сделаю монтаж. Смотрим. Ну что, друзья. Прошли сутки. Достали мы нашу монетку, так сказать, подопытную. И смотрим. Зеленые пятна, то есть жбонь, стала менее заметной. Так что монетка чуток подлечилась. Но, как по мне, я бы ее еще положил на сутки. Побочным эффектом здесь может быть только то, что при сушке, когда вы будете сушить монетку, а монетка сушить только, или если у кого есть там духовка, но положите ее просто, пускай сохнет. Но только не мойте ее. Все, забудьте про воду. Могут появиться, как побочный эффект, белые пятна. Это выступали кристаллы раствора БТА. Стирается просто тряпочкой, смоченной в спирте. Данное средство можно добавлять в микровоск для покрытия ваших находок. Что будет препятствовать их дальше коррозии, если такая уже есть. Да, запомните, если у вас, так сказать, пациент здоровый, то лечить его не надо. А так, очень хорошее средство для борьбы с бронзовой болезнью. Главное, недорогое. Если вам данное видео информация была полезна, поставьте палец вверх. Если нет, проходим мимо. Подписывайтесь на канал. Не пропустите, еще будет очень много интересного. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok